МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Между кабинетом министров Чуваши и правительством Москвы действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. За это время многие чувашские предприятия стали постоянными участниками ярмарок, которые регулярно проводятся в столице. И московские власти заинтересованы в расширении деловых связей. Сегодня заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Денис Косторный рассказал чувашским производителям о том, как можно выйти на московский рынок со своей продукцией. Мы сделали разные формы торговли, которые, нам кажется, будут в дальнейшем все больше набирать обороты и позволять нам достигать тех целей. Самый низовой сегмент, который мы сделали у себя в Москве, это ярмарки выходного дня. Это прямой доступ на территорию города Москвы. Каждую неделю на территории города Москвы в 5 субботу и воскресенье проходят 100 ярмарок выходного дня. Общей численностью 3000 мест. Причем места на таких ярмарках фермеры получают через портал государственных услуг столицы бесплатно. Все гастрономическое богатство России можно увидеть на региональных и межрегиональных ярмарках. В июне этого года столичная рыночная торговля вышла на качественно новый уровень. В центре Москвы на Семеновской площади открылась круглогодичная продовольственная ярмарка. Торговать здесь можно весь год в любую погоду. Главное условие – товар должен быть качественным. Мы всегда готовы работать с новыми производителями, если они приводят качественный товар. Практически каждый, кто приводит качественный товар, себя на этих ярмарках находит, находит своего покупателя и начинает работать и развиваться. Еще одно направление – фестивально-ярмарочное. Фестивали варенья, мороженого, молока. С каждым годом становится все популярней среди москвичей и туристов. Ежегодно москвичи потребляют примерно 12 миллионов тонн продуктов. Поэтому в столице рады сотрудничеству как с крупными компаниями, так и с небольшими фермерскими хозяйствами. У чувашских производителей есть все шансы завоевать московский рынок. В нашей республике экологически чистую сельхозпродукцию производят более 1300 крестьянско-фермерских хозяйств. Успешно работают порядка 240 предприятий пищевой промышленности. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. Как развивалось сельское хозяйство и кто совершал трудовые подвиги? Более 5000 статей об игропромышленном комплексе Чуваши собраны на страницах новой энциклопедии. Ее презентовали накануне. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Герои социалистического труда Валентина Дмитриева и Николай Панкратов сельскому хозяйству отдали десятки лет. Их имена вошли в энциклопедию агропромышленного комплекса. Всего же туда вписаны более тысячи тружеников. За темно-зеленым переплетом 800 страниц. История ПК, подробные биографии передовиков и руководителей колхозов. Я полагал, что очень много материалов. Потом гляжу, материалов очень мало. Но пришлось очень интенсивно работать, течение. Я приступил к работе, по сути дела, 9 января 2016 году. После каникул новогодних. И закончил массивный объем. Был уже завершен где-то в июле месяце. Потом, безусловно, надо было собирать, обновлять, редактировать, уточнять. Через районные организации ЗАГС, например, там, Союз ветеранов и тому подобное. Создать энциклопедию агропромышленного комплекса предложили члены Союза ветеранов УПК. Поддержку проекту оказал и глава региона. Михаил Игнатьев, который также стоял у руля колхоза, стал героем одной из статей. Министр сельского хозяйства республики надеется, что эта книга станет для многих настольной. В ближайшее время эта книга появится во всех библиотеках Чувашской республики. Мы доведем во всех районах. И, конечно, у всех ветеранов можно будет ознакомиться. Книга вышла в свет накануне пятилетия Республиканского союза ветеранов УПК. За эти годы общественная организация доказала свою эффективность. Первые итоги подвели в Цивильске на торжественном вечере. Мы сейчас буквально на днях решили создать свой сайт министерства. Я хочу обратиться к министру сельского хозяйства Российской Федерации, чтобы на уровне России создали подобные. Как там, что будет создавать. Но я на 100% уверен, ветераны, не только ветераны, главы районных администраций, общественных районов, она нуждается в такой организации. Наши являются членами коллеги, совет старейшин, экономического совета, государственном совете участвуем, районных участвуем. Тираж энциклопедии агропромышленного комплекса превысил полторы тысячи экземпляров. Не исключено, что в ближайшие годы придется издавать и второй том. Время открывает новые имена. Медрик Ковалев, Елизавета Зайцева и Олег Якимов. Республика. Профилактика семейно-бытового насилия, трудоустройство осужденных, социальная адаптация тех, кто недавно освободился, отбыв наказание. Эти проблемы сегодня обсуждали на заседании комиссии по профилактике правонарушений в Доме правительства. Одна из основных задач – сделать профилактику преступлений, связанных с семейно-бытовым насилием, максимально эффективной. За пять месяцев этого года количество преступлений, совершенных в быту, сократилось, но количество убийств по-прежнему не снижается. В шести районах республики отмечают их рост. Семейных дебоширов, которые к тому же злоупотребляют алкоголем, тоже стало больше. Всего на профилактических учетах в органах внутреннего дела республики на 1 июня состоит 5681 лицо различной категории. 1803 лица, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, представляющих опасность для окружающих, 502 больных алкоголизмом, 382 больных наркомании. Сотрудники полиции в рамках полномочий проводят стильноправный комплексный профработа по своевременному выявлению постановки на учет и проведение работы с указанными лицами целительное допущение со стороны их правонарушения преступлений. Тем не менее, необходимо усилить работу по выявлению постановки на учет тех, кто представляет опасность для окружающих, наладить адресную работу. Отметил заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики, руководитель администрации главы Чувашской республики, председатель комиссии Юрий Васильев. Администрациям районов необходимо напрямую работать со школами, медицинскими организациями, органами социальной защиты населения и своевременно реагировать на выявленные факты насилия в семье. Каждый субъект профилактики должен свою работу выполнять. Если к семье хотя бы один раз в неделю или один раз в две недели, или чередуя, один раз участковый приходит, спрашивает, все ли нормально, на следующей неделе приходит глава поселения, эта семья будет чувствовать, что за ними что делают? Наблюдают, с ними общаются, там другого не придумано никем. То есть люди должны понимать некую ответственность, и что за ними некие органы власти по разным направлениям, будь то образование, будь то там правоохранительная структура или действующая муниципальная власть интересуется, у них все равно чуть-чуть тормоза будут их сдерживать. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. На территории Чувашской республики расположены 63 особо охраняемые территории. Две из них федерального значения. В весенний и летний период леса становятся особенно уязвимы. В мае этого года произошло пять пожаров, в том числе и в заповедной зоне, в Прессурье. Проблемы всерьез озабочены в природоохранной прокуратуре Чувашии. В стихийных пожарах не всегда виноваты отдыхающие. На протяжении многих лет причиной становится ненадлежащее содержание территорий вблизи железных дорог. В мае этого года поезд оставил сразу три очага возгорания на пути следования от Алатрия до Канаша. Из-за отсутствия необходимых барьеров огонь быстро распространился на лесной массив. Основные нарушения это отсутствие милизованных полос, непроведение противопожарных мероприятий, можно так сказать, в полном комплексе у ряда организаций, арендаторов лесных участков. Недостаточно одной переписки, нужно поднимать меры административного воздействия. Причем надо отметить, что с 1 марта у нас введены изменения в законодательствах, согласно которым даже на прилегающих к лесным участкам необходимо проводить мероприятия, расчистки от сухой растительности, от отходов, милизованные полосы. Стоит отметить, что в Советском Союзе противопожарные меры вблизи железных дорог соблюдались очень строго. Возвратить старые действенные методы профилактики стараются сотрудники заповедника. Сейчас мы полномерную работу ведем с Горьковской железной дорогой и с местными органами власти, именно для того, чтобы предотвратить переход огня. Проделана довольно большая работа, но тем не менее на 100% обеспечить безопасность, к сожалению, не удается. Сохранить природу в первозданном виде – задача сложная. Но если каждый станет относиться к ней ответственнее, то она ответит благодарностью. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашском государственном университете имени Ульянова появится кафедра биофизики. Это и другие направления сотрудничества с Минздравом Республики и руководством ВУЗа обсудил академик Российской академии медицинских наук Юрий Владимиров. Юрий Владимиров уроженец Чувашии. Много лет работает в Москве в университете имени Пирогова. Заведует кафедрой в МГУ. Сотрудничает с научно-исследовательским институтом физико-химической медицины. Его труды известны во всем мире. На родину академик приехал, чтобы обсудить векторы сотрудничества между Чувашским госуниверситетом и Российской академией медицинских наук, другими научными учреждениями. По мнению Юрия Андреевича, будущие врачи должны не просто идти в ногу со временем, а опережать его. И этому во многом будет способствовать создание кафедры биофизики в Чувашском госуниверситете. Сегодня больница совершенно другая, чем она была 10-20 лет тому назад. Она насыщена медицинской техникой, она насыщена новыми медицинскими технологиями. И сегодня лечение больного – это лечение, которое значительно более эффективно, чем оно было раньше, когда этого не было. Но что в чем беда? Беда в том, что мы многие из этих приборов, мы многие из этих технологий привозим из-за рубежа. Мы платим свои деньги на то, чтобы купить хорошее современное медицинское оборудование. Но мы должны этим не ограничиваться. Мы должны создавать свои новые, принципиально новые медицинские приборы. Мы должны создавать новые медицинские технологии, российские медицинские технологии. И чтобы это сделать, мы должны организовать улучшение образования врачей, чтобы врачи знали настолько хорошо современные достижения естественных наук, чтобы они могли быть творческими участниками в процессе создания новых технологий. Будь то лекарство, или будь то медицинский прибор. Они должны принимать такое же участие в разработке новых технологий, как принимают инженеры, как принимают химико-технологи. С завтрашнего дня движение по новой части Московского моста запустят в полном объеме. Перенос контактных сетей и троллейбусов закончат этой ночью. На время ремонтных работ полностью перекроют сам мост, а также участки по улице Композиторов в Воробьевых, Президентскому бульвару и Московскому проспекту. Ограничение будет действовать с 23 часов до 5 утра. Заранее выбирайте пути объезда. В скором времени начнутся работы по реконструкции старой части. Замена балок, усиление фундамента, опор. Ремонт должны завершить к концу 2018 года. В Театре кукол премьера. Спектакль, который поставили благодаря гранту главы республики, сегодня впервые показали зрителя. Посмотрела его и моя коллега Юлия Важенина. Что на земле всего сильней? На этот вопрос пытаются ответить герои одноименной сказки Петра Хузангая. Мельник, селач, кузнец, полководец. У каждого свой взгляд на жизнь и лишь один верный. Но какой зрители должны догадаться сами? Вода! Вода сильней всего! И скоро тут конец! Это постановка моноспектакль, а это значит, что все семь ролей играет один человек, художественный руководитель театра Юрий Филиппов. Он водит кукол, играет на народных инструментах, танцует и поет вживую. Причем все это одновременно. В этом произведении, конечно, очень большую роль играют куклы. То есть они необычные, не то, чтобы мы привыкли видеть. И то, что это моноспектакль, это очень оправданно, потому что именно в моноспектакле, только в моноспектакле можно показать на сцене всю трагичность судьбы именно этого странника-сказочника. Он ходит из города в город, рассказывает свои истории и собирает свои копеечки, но тем не менее доносит до зрителей добро, доносит до зрителей правду жизни. Особую роль в этой постановке играют декорации. За них отвечает один человек, который и превращает обычные вещи в живых героев. Прелесть декораций в этом спектакле, в данном, который мы будем сегодня показывать, в том, что они, во-первых, универсальные, во-вторых, компактные. И вот на примере одной простой шляпы, как элемент убора головного, может превратиться элементарно уже в одну из важных пояснительных частей сюжета. И то есть превратиться уже в мельницу, которая будет жить, как скажет артист. Зрители на полчаса перенеслись в волшебный мир, уходить из которого совсем не хотелось. Мне понравилось, как люди там назвали, и куклы делали, и актер говорил. Ну и, конечно, им удалось ответить на главный вопрос сказки, что на земле всего сильней. На все сильнее, правда. Этот грантовый спектакль первая, но не единственная премьера. Зрителей ждут еще три постановки. Непослушная Эльдипим, Репа и Голубка. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова